Константин Коровин. Московские чудаки. Помню, в Москве в молодости у меня было много приятелей-артистов. Замечательные были люди-артисты драматические, гордые, любили свое искусство, наблюдательные, все видели, подмечали, посмеивались. Один из таких артистов, Решимов, и рассказал мне забавную историю. Богач Шибаев. В Замоскворечье, в особняке с большим садом, жил богач Шибаев. Человек лет пятидесяти, холостяк. Жил один, окруженный прислугой. Любил свой дом и большой заросший сад при доме, обнесенный деревянным забором. Был раньше охотником, но потом засиделся дома. Были у него приятели, закадычные друзья, люди его лет. Дьякон приходской, артист-проф Михалыч Садовский, ювелир Чевышов, судебный пристав Степанов, начальник пробирной палаты Винокуров. Все тоже степенные, холостяки. Хотели жениться в свое время, да не вышло. В Шибаевском саду большие березы, липы, бузина, акации, нечищенные дорожки и большая беседка. У беседки бассейн с проточной водой, там плавали стерляди. А перед беседкой стояла статуя Дианы. Летом приятели обедали в беседке. Хороший человек был Шибаев, помогал сиротам, студентам, но никогда об этом не говорил, не хвастался своей щедростью и богатством. Из себя он был сильный брюнет, с круглым лицом, карими глазами, всегда гладко причесан, внушительный мужчина, знаток и любитель вин. С утра он в погребе отбирал бутылки иностранных вин лучших марок — шампанское, ликеры, модеру, такая рома и прочее — и отдавал приказ слугам зарыть их в саду в разных местах по горлышко, чтобы только виднелась светящаяся верхушка. Бутылки зарывали за деревьями, в траве и в других местах сада поодаль от беседки. К вечеру приезжали гости, все друзья. Начинался холостяцкий обед. За обедом все новости, случаи. Патриархальная была Москва, не было особенных событий. Пожар в какой-нибудь части или попался жулик только и всего. В сумерки после обеда в хороший день брали трубу охотничью и трубили сбор охотников. С терраски беседки хозяин возглашал, смеясь. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник прибегает, прямо в зайчика стреляет, пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. После того и хозяин и гости разбегались по саду. Это назывался загон. Искали спрятанные бутылки. И первый, кто находил, лаял собакой. Трубила труба. Бутылки приносили к столу, к подножью статуи Дианы, под которой стоял с гитарой старый цыган, кривой Христофор, гитарист знаменитый. Если то была бутылка с ликером Доппель-Кюмель, Христофор запивал хриплым голосом. Гости подтягивали. Папа, пи, десятый, и девятый лев пили Доппель-Кюмель и смущали дев. Снова гон, новая бутылка Мадера. Христофор поет. Да здравствует, Мадера, веселье друзей. Так пьют Мадеру и прочие вина. Гости почему-то называли место у беседки ривьерой. Но вот сосед Шибаева, человек простой, торговый, солидный, подсмотревший из своего сада на эти охоты, задумался. Так задумался, что поехал к московскому оберполицмейстеру Огареву и доложил, что у Шибаева дело неладно. По соседству Де происходит какой-то раскол или секта. Не иначе, что это формазоны работают, потому статуя с рогами, и страшно подумать, дьякон участвует, а собаки лают, вино ищут. Просто понять нельзя, что делается. Огарев, человек солидный, сожень росту, тоже задумался, сказал, понять невозможно. А ты постой, ведь я-то Арсения Григорьевича Шибаева знаю лично, ведь он коммерции советник, не хвост собачий. Пустяки ты мне говоришь. Истину докладываю. — Постой, — сказал Огарев, — я к тебе сам приеду, сам в щелочку погляжу из твоего сада. В саду Шибаевского соседа полицмейстер сидит на корточках у забора и смотрит в щелку. Видит правду. Протрубила труба, и все опрометью бегут. И хозяин. Ищут, нашли, несут к столу, столу подножия статуи Дианы, торжественно ставят найденную бутылку, на столе фрукты, кругом садятся в садовые плетеные кресла и в хрусталь разливают вино. Бутылку выпили, снова гон. Вновь протрубила труба, снова ищут, бегут полицмейстер и видит в щелку-то, что недалеко у куста выглядывает из травы, поблескивает горлышко бутылки с голубым ярлыком, а мимо бежит знакомый судебный пристав Степанов. Не видит. Полицмейстер не выдержал и закричал. Постой! Куда ты, Петр Сергеевич? Вот она! Тут гляди! Тот опешил, остановился и говорит из-за забора. С кем имею удовольствие разговаривать? Да постой ты, говорю! Че, слепой не видишь? Вот она у куста-то выглядывает! Судебный пристав он, правда, был бестолков, спрашивает. Да где выглядывает? Слепой, леший, не видит! Вот я сейчас найду! И господин полицмейстер изволил сам, хотя и грузно, и с отдышкой, но перелезть через забор. Уши Баева все просто ошалили. Скажи ты мне одно! Арсений Григорьевич, говорит полицмейстер хозяину, «Кто такое-то охоту выдумал? Ну и ловко!» Да вот, говорит, проф Михалыч Садовский. «Молодец, профушка! Веселое дело! Вот это весело! Ну-ка, начинай сначала!» И опять по саду побежали гости. Начался гон. Бежит огромный полицмейстер, шпоры звенят. Нашли бутылку и лают собакой. «Коньяк! Да какой дух! Не коньяк, а солнце!» «1811 года», — говорит хозяин. Пел Христофор, звенела гитара. Полицмейстер сказал, «Вот что, друзья, охота ваша дозволяется, но у этой девицы рога нынче же отколотите!» Он показал на Диану. «Да это не рога, ваше высокопревосходительство, это лунас на богине Диане. Все равно, долой, какая там богиня! А то знаете, какое дело может быть? Кверху пойдет! Ведь ничем не остановить! Что бумаги перепишут, газетчики что делать зачнут? Им только попадись! Куда дойдет? И Сибирью запахнет из-за вашей Дианы! Господи помилуй! А ну-ка, позови-ка соседа!» Пришел сосед. Началась охота, гости пили и веселились, понравился соседу торговому человеку, и он захотел у себя такую охоту устроить. Только жена ему сказала, что греческую девку поставить в саду не позволит. Ишь, она почти гольем! И как он был патриот, то надумал поставить бюст самого московского генерал-губернатора с усищами. Охота тоже была устроена по-другому, с гостями, дамами, девицами и с бенгальским огнем. Народ останавливался на улице, интересовался посмотреть, что в саду делается. Лазили и на забор, именина знать. Но только хозяин вскоре получил приказ бюст губернатора снять. Он так опешил, что не знал, что и думать. Забеспокоился, расстроился, не спал ночей, писал прошения. Что же это такое? У соседа белая баба с рогами стоит, и ничего. А ему за любовь к отечеству запрет. После всех этих прошений и Шибаев, и сосед получили серьезную бумагу. Охота воспрещается. А в саду каждого поставили будочника. Приуныли именитые купцы. В сад не идут. Гостям говорят, хозяина дома нет. Шибаев похудел, сделался мрачным и уехал за границу на настоящую ривьеру. А в доме его поселились родственники. Люди тихие, молчаливые. На ривьере Шибаев не повеселел. Рай земной, говорили ему встретившиеся знакомые. Рай-то рай, и вино хорошо. Только его надо пить там, в саду у меня. Там оно как-то лучше играет. Да ведь море-то здесь какое. Море ничего голубое. У меня в саду тоже море было, собственное. Бассейн, а в нем стерлядки. Стерлядки разворные, соус, капорцы. А нутика, поймайте здесь стерлядку. И объясните вы мне, почему я каждый день во сне мой забор вижу, бузину, дорожку, березину каждую, говорил он знакомцам. Да чего ж хорошего, Арсений Григорьевич, в заборе косом, в щелях весь. Эдакой срамоты тут не увидишь. Да верно, что не увидишь. Забор деревянный, кривой, а у него крапива растет, акация, а весной за ним, за садами, Москва-то река разливается, а вдали церковки блестят далеко. Одним словом, тосковал, тосковал он на ривьере и снял снова в матушку Москву. Приехал он в свой особняк за Москва-рекой поздно вечером. Слышно вытворенное окно в сад кто-то вздыхает. Не статая ли тоскует, посмеялся Шибаев и пошел тихонько посмотреть. Слышат, шепотом говорят. Спасибо, истуканши, попил я венца здесь, эх, вино шипит, сквозь тебя всего шипит. Это дворник. А с ним Будушник. Оба сидят в кустах и смотрят на статую Дианы. Пойдем, Гаврила, сказал дворник Будушнику. Поползаем в том краю, в уголке ту забора, поищем, не найдем ли еще бутылку. Постойте, братцы, окликнул их Шибаев. А ну-ка, и я поищу с вами. Константин Коровин Московские чудаки Рассказ читал Иван Литвинов.